Друзья, мы начинаем наше первое занятие, и оно будет посвящено тому, где мы сейчас находимся как человечество. А в народной традиции очень часто встречаются истории, когда путник или витязь находятся на разъемке дорог, и на этой разъемке присутствует путевой камень, на котором могут быть различные надписи. Вот один из примеров, я вам привожу здесь, на этом слайде. Направо пойдешь, коня потеряешь, но зато себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, но коня спасешь. Прямо пойдешь и себя и коня потеряешь. Мы сейчас как человечество стоим на такой разъемке, но, к сожалению, многие этого еще не осознают, они не понимают, что действительно, если мы будем двигаться дальше в том же русле, то мы и себя, и коня потеряем. И для того, чтобы нам рассмотреть тот путевой камень и, в принципе, увидеть, куда ведут нас правая, левая или прямая дорога, мы сейчас посмотрим на то, какие образы будущего нам рисуют в средствах массовой информации, в СМИ, в телевидении, в фильмах и так далее, в книгах. Обычно светлые образы выглядят вот примерно таким образом. То есть это крупные мегаполисы, футуристического вида, летающие там автомобили, очень интенсивное движение. При этом это те картины, которые сейчас вы видите, это светлый вариант будущего, который рисуется в различных фильмах. Конкретно сейчас это иллюстрации из фильма «Земля будущего». Но не все картины, которые рисует сейчас человечество, светлые, но вне зависимости от того, какие картины вы можете увидеть, позитивные или негативные, все они будут иметь образ техногенной цивилизации, выраженной в супер-мегаполисах, то есть в очень крупных, очень высотных зданиях, скучных в одном месте и с очень интенсивной численностью населения и интенсивной деятельностью человека в рамках этого мегаполиса. Даже те проекты, которые сейчас, казалось бы, рисуют более взвешенное отношение к природе, типа проекта «Венера», они на самом деле мало чем отличаются от обычного традиционного представления о «светлом», скажем так, в кавычках, будущем, которое нас всех ждет. Если вам интересно по поводу проекта «Венера», вы можете почитать в Википедии страницу под названием «Ресурсной экономикой» и понять, что это все то же самое, что было в древности, по сути, то же самое рабство, только просто в техногенной обертке. То есть вы соглашаетесь на то, что отменяются все границы государства, все ресурсы отдаются под контроль специальных компьютеризированных систем наблюдения, при этом людей интегрируют с компьютерами, и вся система управления в итоге отдается под искусственный интеллект. То есть, ну, в принципе, если кого-то интересуют и впечатляют такие решения, такие достижения, мягко говоря, в кавычках, то, ну, пожалуйста, как бы мы все разные, и будущее каждый видит по-своему. Но я уверен, что на самом деле все эти картины будущего, они лишь ширма, это замануха, которая ведет к тому, что человек покупается на эти красивые образы, которые якобы всех нас ждут, но на самом деле все будет выглядеть совершенно иначе. И вот для того, чтобы ответить, что нас действительно ждет, если человечество будет двигаться именно по вот такой вот схеме, по схеме техногенной цивилизации и ярко выраженной мегаполисной организации расселения людей, я хочу вам рассказать очень поучительную историю о приятном острове. Но прежде чем мы сейчас рассмотрим эту историю в деталях, я хочу вам дать определенные ключи, которые помогут вам воспринимать ситуацию уже по ходу моего рассказа в правильном ракурсе, а не после того, как я завершу свой рассказ. Итак, давайте рассмотрим, что такое различные типы доходов, то есть три типа доходов. Продолжение следует...